Так, пропаганда. Не люблю я пропаганду. Хотя, наверное, и она должна быть. Зато она вас любит, окружает вас со всех сторон. Да, но я стараюсь не вестись. Я скорее антипропагандой занималась. Я бы занималась тем, чтобы показывала людям, как сделать так, чтобы тебя не поймали, не использовали, чтобы тобой не манипулировали в своих целях. Она, конечно, окружает. Ну, пусть пытается. Краудсорсинг. Вы про каудсорсинг или про что? Краудсорсинг. Слово крауд толпа, сорсинг, источник. Новое явление, когда, сейчас об этом все пишут в интернете, на умных сайтах, что организации политические в старом понимании скоро будут не нужны, потому что люди организуются сами через социальные сети и формулируют свои политические позиции и так далее, и собираются, и контролируют, и собирают деньги и так далее. Все что угодно. Вот это и есть краудсорсинг. Вы знаете, я бы к этому одну цитату Черномырдина употребила. У него есть такая фраза, какую бы организацию мы ни строили, все КПСС получается. Вот-вот, это правильно. Поэтому не нужны уже лидеры. Нет, лидеры нужны. Нужны лидеры. Просто они другие нужны. В смысле, не лидеры фюрерского типа? Да, конечно. Я, знаете, вообще вот у меня гипотеза, что нужны специалисты. Вот в нашей стране и всему мировому сообществу нужны специалисты. Вот Навальный, на мой взгляд, специалист. Как бы мы к нему не относились, как бы на него не реагировали люди, но он классный юрист, и это видно. Ну, да, и он в своей точке. Да, и он сидит в том, что он специалист. Я, честно говоря, тоже, в общем-то, стараюсь. Ну, иногда вот приходится, как, допустим, с наблюдательной комиссией осваивать жизнь в тюрьме и правила, по которым этот мир должен быть организован. Но я стараюсь всё-таки понимать границы, где я специалист, и не лезть туда, где я дилетант. А если я куда-то перешагиваю границу вот своей специальности, да, я говорю, извините, здесь я могу высказать только частное мнение. Может быть, это не очень правильно. Может быть, надо во всём разбираться. Но жизнь так быстро набирает обороты, мы в стольком должны уметь разбираться сами. Ну, смотрите, ЖКХ, да, образование, медицина. Во всём этом, если ты хоть как-то не понимаешь каких-то минимальных азов, да, но есть риски быть обманутым. А хочется, чтобы позвонил специалист, у тебя ответили на вопрос. Свободное поколение. А что такое бывает? Если бы я посмотрела, вот если говорить о конфликте отцов и детей, то я бы сказала, что поколение моего сына, оно инфантильно. Инфантильно не факт, свободно. То есть у них есть какие-то взгляды, ценности, интересы, они во многом продвинутее, чем они. Они свободны в том, что они могут себе больше позволить, но ведь это не свобода, свобода, когда я могу. А вот поэтому и вопрос. Оно уже родилось? Оно взрослое или оно ещё в детском состоянии? Ну, вот я считаю, что мой сын – это один из первых таких людей свободного поколения. Это 15-летний. Это с 17-ти будет, с 16-ти. Но он, мне кажется, выделяется немножко среди своих сверстников. То есть надо вычитать года 2-3. Да. С другой стороны, ну, друг мой, Алексей Евстратов, считает, что свободное поколение – это вот наши вторые дети. Вот мой второй, его и Ярослав. Что это дети, которым по 7-8 лет сейчас. Не знаю. Но вот сейчас уже, когда я уходила из школы, это было 2 года назад, первоклассники были очень свободными детьми. В том плане, что они, если им было неинтересно, они начинали заниматься тем, чем они хотят. А как они становятся свободными, если всё-таки, по сути, в школах остаются советские учительницы? В школах разные учительницы. Да, да, разные. Советские, а есть недосоветские, сказала, понимаете. Я недавно тут в одной школе где-то встала журнал. Есть некоторые, которые по-настоящему свободные, остаются всё-таки, да? Мало. Очень мало. Я с учителями работаю регулярно. Знаете, свободных лиц… Совсем мало. На мой взгляд, мало. Это моё субъективное мнение. Мало. Единицы. За достоинство у них не доплачивают. Поэтому кого нет. Телеканал «Дождь». Все любят, все смотрят. У меня кабельного телевидения нет. Поэтому я… На моём интернете смотрят. Ну вот в интернете я не успеваю. Успевать это просмотреть, потому что по работе и отказать. Так вопрос у нас общественного телевидения. Но я так поняла, что это альтернатива всему, что есть. Судя по тому, сколько умных людей и хорошо о нём отзываются, я уже заинтересовалась, что мне надо тоже. Но ещё не могу говорить об этом. И это… У них не было такой изначально концепты, чтобы вот занять нишу общественно-политического телевидения такого, да? В момент изменения формации исторической, который в подвижек, да? Тогда не было подвижек в прошлом году, когда они создались. Но вот сейчас так получается, что вода течёт туда, где есть свободное пространство. А так часто бывает, когда не думал, а получилось. Я тоже не думала, что я буду образованием в сфере прав человека заниматься. А подвижь ты? Свобода. Свобода. Свобода как философская категория. Для чего или от чего? Как вы это понимаете? Ну, вы знаете, как философы делят? Свобода от и свобода для, да? Оказывается, сейчас даже в учебниках по обществу знаний такая формулировка есть. Я за свободу для, разумею, безусловно. Но мне кажется, что вот в нашем нынешнем понимании, и даже вот ко всем событиям последней, свобода — это выбор. Это когда в ней есть из чего выбирать. Вот у молодого поколения, вот у тех, которым сейчас по 16-17 лет, они, по сути, попадают в ситуацию, когда, с одной стороны, у них как бы этот выбор есть, да, они могут учиться в России, могут учиться за рубежом, могут выбирать какие-то новые специальности. А с другой стороны, очень непонятно, кем после этого выбора работать. Когда мы поступали в ВУЗ, у нас свободы выбора почти не было. Но я помню, как я очень болезненно выбирала, куда пойти учиться. и выбирала по каким-то таким вот очень сомнительным основаниям. Поэтому для меня свобода — это когда есть выбор. И я понимаю, на каком основании я этот выбор делаю. А не его делают за меня, и не меня к этому выбору принуждают. Хотя, если принуждают, то ведь тоже, по сути, я... Ну, в общем, свобода — это понимание реальности, как я могу в ней действовать. Тогда я могу за себя отвечать и другим не мешать. Толерантность. Толерантность я не люблю еще больше, чем добро-польчество. Знаете почему? Потому что есть универсальные вещи, ну, универсальные категории, права человека, да? Человека притесняют, там, нарушают, принижают его достоинства, нарушают какие-то его права. А толерантность — это такой, ну, не знаю, бантик на тракторе. Ведь вы общаетесь постоянно с этими иностранными юными гражданами, да? Общаюсь и с юными гражданами. У них с детства это воспитывают. Это обидно? Они отличаются от наших? У наших это не воспитывают. У них это воспитывают. Они очень доброжелательные, они ко всем открытые. Вот которые к нам приезжают. Вы знаете, ну, я вот говорю, для меня толерантность — это пустое понятие. Может, ну, пустое почему? Потому что как его продвигают в обществе, что надо принимать всех такими, какие они есть, да? Ну, так же можно и свободу под это же подвести, и любое другое определение. Они, вот иностранные волонтеры, они открытые, они готовы к общению. То, что наши зажаты, это ведь не значит, что они нетолерантны. Это ведь не значит, что они плохо относятся к другим людям. Это значит, что у них способов нет, мир принять. Да я не соглашусь, а они все жертвы пропаганды телевизионной с детства, да, где толерантностью не пахнет. Там, наоборот, всех обвиняют во всем. Ну, вы знаете, мне вот всегда смешно, когда... И в семье, и в школе. Да, но мне вот очень смешно, когда я по армейской теме веду какую-нибудь дискуссию, обязательно кто-нибудь скажет, а вот если завтра война, я говорю, если завтра война, то наша армия нас не защитит, она готовится к войне Второй мировой, а война будет другая. С одной стороны, а с другой стороны, я все время спрашиваю, с кем? С кем? Кого мы вместе победим? Ну, вот это же, ну, это страшно, тоже страшно, что у нас есть. Ну, это все... Рано или поздно. Так у нас не будет никакой войны, мир погибнет более другими способами. Нет, дело в том, что, понимаете, вот открытость миру, да, принятие других людей, именно вот суть понятия толерантность, принятие иного, как имеющего место быть вообще, имеющего право быть. А у нас же как, у мужчин... А не имеющим равные права с тобой, нет? Ну, равные права с тобой, такого же, как... Ну, да, такого же, как ты. Ну, в противоречии не входящего, не гнобящего. Вот традиционный спор у мужчин, ты в армии был мужик, ты в армии не был не мужик, да, традиционный. Где бы недавно тут на одном из формах... Нет, это только в деревнях осталось. Да, конечно. Я сколько дискуссий веду, все к этому сводится. И самое трагичное в этом, что молодые люди эту же концепцию поддерживают. То есть девушки это продвигают в обществе. Девушки говорят, что как, он не защитит родину, он не защитит меня. А чем тебя защищать, как тебя защищать? Разные ведь все есть способы. Ну, по крайней мере... Нет, с другой стороны, они правы, потому что у них такой образ. Ну, пусть они такого и ищут. Если у них с детства такой образ воспитан, матерь... Ищут такого, они, как сказать, навешивают этот стереотип на других и всех в этот шаблон вгоняют. Ну, они же от него пострадают, это шаблон, да? То есть они себя обедняют. Но они ведь этого не осознают, поэтому как бы, ну... Я ведь, я просветитель, мне всех хочется защитить, как-то объяснить и помочь понять. Ой, новые декабристы. Ну, не знаю, очень переживаю за Навального, очень переживаю за Яшина. Да, к ним применю эти понятия. Применю понятия декабристской жены к жене Ходорковскому. Восхищаюсь этой женщиной, читаю ее периодические интервью. А вы знаете, что у нас есть в Пельме много декабристских жен? Я даже просил координаты у нашей декабристской, как ее зовут, скажите, которую недавно муж-то вышел из тюрьмы. Потому что она с ними дружит здесь. Ольга, журналистка, да? Да, да, да. Вот. Она говорит, у вас, передоступно, края таких, тоже десятки, да, у которых мужей посадили, конкуренты засадили через наши спецслужбы. Поверю, поверю. Вот кто-то их вообще у нас защищает, у нас есть такая, или они сами ячейку клуба создали, Русь сидящая, которая есть в Москве, да? То есть вы не в курсе? Я думаю, что скорее сами, хотя в принципе, вот, мне тут интернет отвечает иногда на мои вопросы, когда Навального с Яшиным посадили, я задумалась, почему общественная наблюдательная комиссия туда не выходит. Есть же вообще нормальный, здоровый инструмент, который работает. С проверкой по СИЗО ходят общественные наблюдательные комиссии. И тут же оказалось, что есть в Москве. Пришла к ним комиссия, все пофотографировали, тараканов в уголке запечатлели. Я вот в наших, ну я в двух только была, тараканов не видела, честно скажу, в Перми. Вот, ну, мне кажется, что люди соорганизуются либо сами по проблеме, либо соорганизуются и ищут кого-то, кто может им помочь. Например, вот у меня, у нас приезжает в Пермь в этом месяце, в декабре Алексей Козлов, он ведущий специалист. Ну вот, может, как раз, другой Алексей Козлов. Нет, другой Алексей Козлов. Нет, наш Алексей Козлов эколог и занимается свободой собраний. И вот мы все, вроде как, его визит такой, он семинар будет проводить по свободе собраний. И мы все вот общественники разного, вообще разных организаций объединяемся, чтобы подумать, как максимальную пользу из этого извлечь. То есть, как можно больше народу там, чтобы собрал на интересующие нас, пермяков, вопросы ответил. И тут, мне кажется, то же самое с правозащитой. То есть, когда собираются какие-то люди по проблеме и решают коалиции, будущее за коалицией. И вот поэтому партийность-то, она не актуальна. Оптимизм. Ну, куда ж без него-то в нашей-то стране? Ну, я считаю, что оптимизм это то состояние, в которое человек может себя приводить сам. При помощи музыки, при помощи книжек хороших, при помощи общения с приятными людьми. Я стараюсь придерживаться оптимизма, хотя иногда так, придешь с какого-нибудь трудного дня, сядешь и думаешь, боже мой, куда все катится. Ну, потом кто-нибудь что-нибудь хорошее скажет, какое-нибудь событие произойдет, и находишь в себе силы. Мне кажется, что оптимист... В общем, надо научиться выращивать оптимизм. Ой, миссия. Ну, я для себя миссию просветителя сформулировала. То есть, если я могу помочь молодым людям в том, в чем они некомпетентны, я это делаю. То есть, я объясняю мальчишкам-призывникам их права, я занимаюсь какими-то образовательными проектами, с волонтерами, с мемориальскими работаю. Мне хочется, чтобы они как-то были самостоятельны, независимы, умней, успешны, коммуникативно развитием. Вот так.